Здравствуйте коллеги, меня зовут Лебедев Юрий и сегодня вашему вниманию представляю вебкаст настройки клиента NFS в CentOS 7. Компания SystemAdmins.ru предлагает услуги по установке настройки администрирования операционных систем семейства Linux, таких как CentOS, Debian, Ubuntu и многих других, в том числе услуги по настройке файловых систем, кластеров, построение отказоустойчивых систем и серверов под определенные нужды, почтовый сервер, веб-сервер, контроллер домена, IP-телефония и т.д. А также услуги по настройке безопасности, защите от вирусов, оптимизации производительности и многое другое для обеспечения стабильной работы ваших серверов. Сегодня уже третий вебкаст, посвященный NFS в CentOS 7. В предыдущих двух мы разбирали установку и настройку серверного компонента. Сегодня же будем говорить непосредственно о настройке клиента NFS, а также отдельно остановимся о том, как управлять версиями NFS при подключении к серверу, собственно, с точки зрения клиента и сервера на базе CentOS 7. Мы работаем в окружении NERV Local и размещаемся на машинке KVM ADM01. С этой машины мы подключаемся к гипервизеру KVM01, на котором находятся необходимые нам виртуальные машины. Что касается конфигурации серверов, то у нас их три – это сервер C74NFS01 и два клиента – C74VM01 и VM02. Все три сервера – это CentOS 7.4, установленный в режиме Infrastructure Server. Его аппаратные характеристики представлены на слайде. Ну что ж, давайте запустим необходимые нам сегодня машины. Это будет NFS01 и VM01. Для этого воспользуемся интерфейсом Cockpit от нашего KVM01. Так, входим в интерфейс. Так, в нашей машинке нам потребуется NFS01, запускаем его. Готово. И VM01 – это будет наш клиент. Супер. Пока машинки запускаются, вернемся к нашим слайдам. Итак, при настройке клиента NFS, на нем необходимо установить NFS-утiles, что мы сделали в предыдущих вебкассах. Ничего сложного нет. Они добавляют нам необходимые модули, библиотеки, утилиты, и им можно работать. Монтировать можем тремя способами. Командка mount – моментальное монтирование, но временное, до первой перезагрузки. Файл etc.fs.tab обеспечит нас возможностью монтирования при запуске персональной системы. И возможность использования автофс. Автофс мы разберем в следующем вебкассе подробно, а сегодня сосредоточимся на mount и etc.fs.tab. Ну, начнем, разумеется, с первого. Итак, что нам потребуется для этого? Для этого мы сначала познакомимся с тем, какую конфигурацию NFS мы настроили в предыдущих вебкастах. Для этого мне потребуется терминал. Давайте его запустим. Я его немножко уменьшу. И подключусь к моему серверу NFS-01. Итак, у нас есть 4 экспорта, сделанных для машинок VM-01 и VM-02. Но нас интересует только VM-01, соответственно, их мы и будем монтировать. При этом экспорты сделаны с разными опциями. Так, экспорт-01, read-only, экспорт-02 для нас, для машинки VM-01, read-write. Экспорт-03, read-only, экспорт-04, read-write, в общем-то, почти для всех. Что ж, супер. Давайте поговорим теперь о команде mount и том, как мы ее можем использовать. Что ж, команда mount работает очень просто. Mount, указываем тип файловой системы, в нашем случае это NFS. В шестом-седьмом центре указывать вовсе не обязательно, он и так отлично определяет систему. Дальше мы указываем опции, если таковые необходимые. Затем сервер, двоеточие, каталог экспорта и локальный каталог, который будет являться точкой монтирования. При этом опции это список, без пробелов, разделенный запятыми. В качестве сервера можем использовать имя хоста, IP-адрес или полное доменное имя сервера. Ну, с именем хоста будьте осторожны, если у вас проблемы с DNS-ом, подстановкой домена по умолчанию, то это не ваш вариант. Ну, а с IP-адресом и FQDN-ом тут, в общем-то, проблем не возникает. При этом NFS по умолчанию пытается использовать максимально поддерживаемую версию. В CentOS 7 это версия 4.1, то есть мажорная четвертая, минорная первая. При этом 4.0.4.1 по умолчанию мы конфигурировали, то есть мой сервер по умолчанию работает именно в таком режиме. Но клиент NFS, который мы поставили при помощи NFS-утiles, поддерживает также монтирование и третьей версии. Но мы об этом поговорим чуть позже. Так, начнем с простого. Вот наши экспорты. Запустим еще один терминал, чуть-чуть пониже. Делаем, чтобы нам было видно все команды. Подключимся к нашему клиенту. И посмотрим вот на что. Монтируем экспорт 02. Вот наш экспорт 02 с его опциями. Так, вот он. Это ReadWrite. В каталог МНТ. Готово. Проверяем Mount. Как видим, у нас используется тип NFS-4, хотя я его не указывал, но прекрасно определяет сам. ReadWrite, Realtime и вот то, что нас интересует. Это Verse. Может быть ключ NFS-Verse. Здесь значения не имеет. Версия 4.1. Это максимально поддерживаемая. Ну, не факт, что в седьмом центре, в принципе, появится 4.2. Тут вообще много ограничений. Но последняя Fedora уже ее поддерживает. Тут проблем не возникает. Так что в предыдущем центре с 8, там однозначно 4.2 будет. Вместе с PNFS и всем остальным. Нас интересует сейчас другое. Мы при монтировании можем использовать опции для того, чтобы указать вершину. Например, если вас не интересует версия 4.1, а нужна именно 4.0, по каким-либо причинам. Ну, например, ваше программное обеспечение, которое будет писать на этот общий ресурс, поддерживает только версию 4.0, на 4.1 выдают ошибку. Ну, например. Или это становится неподдерживаемой конфигурацией. В таком случае можем это указать при помощи опции NFS-Verse. Так вот, отмонтируем экспорт из каталога МНТ. Готово. И теперь монтируем. Все то же самое, но указываем опцию. Именно указав... Так, 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 все верно. Именно указав 4.0, мажорную и минорную версию, мы смонтируемся в 4.0. Если мы укажем просто NFS-Verse 4, он будет спрятать максимальную. Это 4.1. Замонтировали. Проверяем монтирование. Видим, теперь у нас версия 4.0. Ну и, например, если с другой стороны PNFS, он уже однозначно работать здесь не будет. Будет работать как обычный NFS. Но это забегая немножко вперед. Но при такой конфигурации не все работает. Мы знаем, что пакет NFS-Util в 7 центре собеспечивает нас клиентом и сервером NFS 3 и 4 версии. Но в той конфигурации, которую мы делали ранее, у нас работает только 4 версия NFS. И если я попытаюсь монтировать в 3 версии, то у меня ничего не получится. Отмонтируем каталог. Вновь пытаемся монтировать. Указываем NFS-Verse 3. И он будет висеть, висеть, висеть. В конце мы получим ошибку. Я ее ждать не буду, просто прерву. По аналогии, наверняка уже кто-то об этом сообщит. В письме или комментарии о том, что есть очень удобная команда ShowMount. Действительно, команда отличная, позволяет посмотреть все экспорты на удаленной машине. Но при нашей конфигурации, когда мы не используем RPC-Bint, мы получим ошибку. Давайте попробуем это сделать. C74. NFS-01. И мы видим, что RPC-PortMapper отсутствует. Пожалуйста, no root to host и так далее. Не нужно думать, что есть какие-то проблемы с разрешением имени. На самом деле проблема в том, что не все у нас открыто в Firewall. Мы в Firewall записали только сервис NFS. А для работы NFS третьей версии требуется RPC. Там два стабильных подключения при обеспечении каждого монтирования. Поэтому. Если посмотрим, что у нас открыт только порт 2049. Давайте еще добавим сервис MountD, который откроет порт 2048 в протоколах TCP и UDP. С сервисом будет быстрее. Я буду использовать не перманентное монтирование, чтобы потом проще было просто удалить записи. И добавим сюда сервис RPC-Bint, который пришел на смену PortMap. Он добавит порты 111 в протоколах TCP и UDP. Итак, IP-table-save. Видим, появился 248 TCP UDP и 111 TCP UDP. Супер. Теперь, если я повторю командочку. ShowMount-E C74NFS01. Он мне сразу показывает, что вот у меня тут есть экспорты и для кого они доступны. Супер. Подключайся и монтируйся. В том числе, монтироваться теперь можно с NFS-версии 3. То есть, если у вас клиент NFS-версии 3, сервер у вас CentOS 7. Не забудьте эти порты. 2048 TCP UDP, 111 TCP UDP вместе с 2049 TCP. Открыть. И тогда у вас все будет работать отлично. Ну, давайте проверим маунтом. Как видим, он у нас работает в версии 3. NFS. Вот таким вот образом. Но при этом, даже сейчас, когда у меня все порты открыты, по умолчанию он пытается монтироваться в максимальной версии. В мажоре это 4, в миноре это 1. 4.1. Что ж, мы не будем далее с этим экспериментировать. Мы удалим сервисы из Firewall. Remove service RPC Bint. И mount D. IP table save. Как видим, осталось только порт 249. То есть, теперь мы в NFS 3 монтировать не можем. Его отсюда отмонтируем. И вернемся к слайдам. Поговорим немножко про опции монтирования, которые мы можем использовать. Вот мы попробовали работать с опцией Verse или NFS Verse, которая определяет версию протокола. Какие же еще популярные опции монтирования можно использовать? Их довольно много. Это касается и прерывания запросов NFS, и кэша просмотра записей. И возможности отключить обработку ACL, даже если они на стороне сервера включены. Отключить блокировку файлов при совместном доступе. Отключить возможность выполнения двоичных файлов. Отключить возможность использования SUIT из GitBits. То есть, они будут устанавливаться, но работать они не будут. Возможность указать порт NFS через ключ-порт. Возможность настроить скорость взаимодействия на чтение и запись, указывая размеры через R-size и V-size. Обратить режим аутентификации через Security. Там довольно много параметров. А также протокол для монтировки CPU-DP. Не забывайте, что протокол UDP может работать только с третьей версией. Он там кое-какие преимущества вам даст на слабых сетях и низкоскоростных соединениях. В четвертой версии протокол UDP вообще не работает. Там только TCP, порт 2049. В общем-то, то, что мы с вами наблюдаем последние два обкаста и сегодняшний. Что ж, что мы будем тестировать из опций? Давайте попробуем подойти к вопросу тестирования опций с точки зрения безопасности. Посмотрим, как у нас работают NoExec, NoSuit и NoACL при помощи опций. Итак, наш сервер, наш клиент. Давайте проверим на сервере наши экспорты. Нас будет интересовать экспорт, так, какой? Ну, к примеру, экспорт 02. Он нам доступен в режиме ReadWrite. Никаких у нас тут ограничений нет, кроме того, что нас выталкивают. Руссквош происходит. Но это нас не сильно беспокоит. Мы владельцы этого каталога, поэтому права у нас там достаточно широкие. Что мы сделаем теперь? Теперь на клиенте C74VM01 мы смонтируем этот экспорт. Но при этом используем опции NoCL, NoExec и NoSuit. Указываем наш сервер. Указываем наш экспорт. Это будет varNFSExport02. И указываем, куда его замонтировать. Это будет logMNT. Так. C74NFSExport02. МНТ. Проверим. Смотрим. C74NFS01. NERV. LOCAL. И при этом из опции мы видим только следующее. NoSuit. NoExec. Версия 4.1. И все. NoCL пропадает. По той простой причине, что том, который мы используем. Это LVM том на машине C74NFS01. На котором располагается экспорт. NFS03, который мы себе подключили. Он смонтирован без ключа ACL. Соответственно, пользовательских списков контроля доступа у нас нет. И мы их здесь тоже не видим. Таким вот образом. При этом у нас работает NoSuit и NoExec. То есть ни стики бит, ни возможность выполнения у нас не работает. Давайте проверим то, что у нас возможность выполнения скриптов на томе отсутствует. Сделаем простенький скрипт. Почему нет? В каталоге root, чтобы можно было его проверить. Назовем его, допустим, test.sh. Это будет классический bin-bush скрипт, который будет выдавать слово скрипт на экране. Так, вроде бы все верно. Как видим, наш скрипт работает. На экране он выводится. В нашем каталоге MNT мы точно так же сделаем файлик test.sh. Но видите, я не буду его копировать. Я его распечатаю туда для того, чтобы я вновь чмодом мог назначить право выполнения на этом файле. Вот у меня отлежит здесь test.sh. Смотрим сюда, видим NFS nobody, право на выполнение у всех есть. Test.sh. Но при попытке его выполнить, я получаю permission denied. Permission denied у нас связан как раз с опцией монтирования. Так, так, так. Которая прописана noexec. То есть noexecute. Выполнять скрипты нельзя. Тут я думаю, ничего хитрого нет. Это первый момент, который нас интересует. Теперь вот у меня здесь есть монтирование, которое я сделал. В случае, если я свою систему перезагружу, монтирование более будет недоступно. Потому что я монтировал командой mount. Давайте проверим. Сделаем reboot. Пока он перегружается, обсудим вот что. Как же нам добиться того, чтобы монтирование сохранялось после того, как я перезагружаю систему? На этот случай, как мы поступаем с обычными файловыми системами, то есть с теми, которые мы сделали на нашем диске при помощи RAID, LVM, при помощи BTR, FS или обычными разделами, мы, собственно, делаем следующее. Мы их записываем в файл .etc.fstab. Или это за нас делает Anaconda. Файл .etc.fstab имеет достаточно простую структуру записи. Это файловая система, локальный каталог, который обозначает точку монтирования, указание типа файловой системы, ее опции, проверка и резервное копирование. Как понимаете, эти опции для NFS мы не используем вообще здесь. Резервное копирование еще как бы можно предусмотреть, но проверка это все должно делаться со стороны сервера. Итак, в нашем случае, когда мы записываем монтирование для NFS, это сервер, например, FQDN или IP адресом, каталог экспорта и затем точка монтирования. Для моего клиента, для C7IVM01 сделано несколько экспортов. Мы сейчас попробуем для всех для них настроить файл .etc.fstab на машинке C7IVM01 и, соответственно, проверить, что у нас все монтируется. Итак, вот наш сервер. Он экспортирует нам Export01 для нас в ReadOnly, Export02 в ReadWrite, Export03 в ReadOnly, Export04 в ReadWrite. Соответственно, мы их сейчас все настроим на нашем клиенте. Для этого подключаемся к клиенту. На нем в каталоге MNT создадим необходимые для монтирования под каталоги. Предварительно убедимся, что у нас ничего не смонтировано. Никаких NFS систем после перезагрузки не осталось. Просто мы пользуемся командой Mount до этого. Сделаем под каталоги. Так как у меня будет 4 каталога, 4 сделаем здесь. Вот они. И в них будем монтировать Export01, 2, 3, 4 соответственно. Для этого вид ICFSTab. Опускаемся в конец файла. И здесь, можно немножко отступив. NFS Mount. Итак, что делаем первое. В первую очередь определяем наш экспорт. C74. NFS01. Nerf Local. VAR NFS Export 01. Его мы будем монтировать в каталог. MNT X0. 1. Тип файловой системы. NFS. Опции монтирования по умолчанию. Например. Остальное по нуля. Сделаем копию. По аналоге у нас будет Export02. Export03. Export04. И здесь соответственно каталоги. X2, X3, X4. Итак. Первые две точки монтирования. X01, X02. Будут использовать опции по умолчанию. Ну а здесь давайте пройдемся. К примеру. Вместо Defaults. Так. Только не здесь. А вот здесь. Вместо Defaults. ReadOnly. И укажем версию NFS, которую мы хотим использовать. Например, версию 4.0. Окей. Далее. Здесь у нас будет ReadWrite. И, например, запретим исполнение файлов. NoExec. Отлично. Прописали все параметры. Небольшой перенос на новую строку образовался. Но это не страшно. Сохраняем наш конфигурационный файл. И командочкой Mount-A вызываем монтирование всех заявлений из конфигурационного файла .etc.fs.tab. Ну и той же самой командочкой Mount. Теперь можно будет их просмотреть. Итак. Поднимемся повыше. Что мы здесь видим? Так. Вот у нас пошла файловая система. C74.nfs.01. Local. Export.01. Вмтx.01. Собственное получение ReadWrite. Хотя для нас она ReadOnly. Хорошо. Export.02. Вx.02. ReadWrite. Здесь все отлично. Export.03. Так. C74. Export.03. Вмтx.03. В ReadOnly. При этом версия 4.0. В отличие от остальных. Как видим. Вот. И NFS.0.1. Каталог. Export.0.4. Вx.0.4. ReadWrite. И версия 4.1. А при этом новый экзек ключ, который я добавил при ремонтировке, он тоже сюда попадает. Вот. И теперь, если я выполню перезагрузку, у меня все мои опции останутся на месте. Давайте проверим. Чтобы посмотреть, как он там перегружается. Давайте воспользуемся, не знаю, Virtual Machine Manager. Заодно и подтолкнем загрузку. Так-то, в принципе, она довольно быстро работает. Так, что у нас там? Network Manager стартует. Отлично. О! Монтирование. Видите? Мнтx.01. Там много всего было. Так. Сделаем вот так вот. А нет, не очень удобно. Ладно. Давайте тогда подключимся снова по NFS. О! По SSH подключимся. И посмотрим, здесь в конце как раз было много монтирований. XFS. Что-то я их не вижу. Ладно. Давайте тогда проверим таким образом. Ну вот, собственно, все мои монтирования. Которые я определил в файле etcfs.tab. Они прекрасно работают. Тут ничего хитрого нет. Вот таким вот образом. Но еще один момент небольшой, который нужно осветить. Давайте к нему перейдем. Это PNFS. Параллел NFS, в общем-то, это довольно мощный механизм работы между клиентом NFS и сервером. Который, начиная с CentOS 6.4 поддерживается в стандарте NFS 4.1. Собственно, в клиентских утилитах NFS Utils. Но не поддерживается в серверной стороне. Потому что для серверной стороны требуется ядро версии 4. А у нас в 7 центре, соответственно, ядро 3. Тут, я думаю, все понятно. Но клиентские утилиты NFS Utils работают. И когда вы указываете опцию V4.1, соответственно, для 7 центра, это по умолчанию, у вас автоматически активируется PNFS, если сервер у вас будет с поддержкой PNFS. Что вам это обеспечит? Это обеспечит возможность запросы на обработку записи, передаваемые на сервер NFS, передать непосредственно на дисковую подсистему сервера, которая вам этот экспорт NFS передает. Тем самым вы получаете значительный прирост скорости работы. Но если говорить в целом, то на базе 4 версии ядра, то есть, скорее всего, это войдет в 8 Red Hat, там уже непосредственно есть опция PNFS при создании экспорта в ETC Exports. Ну, или при помощи экспорта FS с игнором. Таким вот образом. Ну, а с точки зрения клиента, как узнать, что у вас заработал PNFS, все очень просто. PNFS работает с блоками, файлами и объектами. При этом в 7 центре реализована работа с файлами. И экспериментально добавлены блоки и объекты. То есть, для продакшена можно использовать только файлы. И у вас автоматом, как только вы смонтируете экспорт с поддержкой PNFS, загрузится дополнительный модуль, который называется NFS Layout NFS V4.1 Files. То есть, вот у меня клиент мой. Как видим, NFS Files у меня сейчас не запущен, он у меня отсутствует, но я могу посмотреть мод.инфо по нему. Вот такой вот модуль. NFS V4 Layout Type 4.1 Соответственно, в ядро 3.10, которым мы пользуемся, он входит. И проблем никаких нет. Вот такой вот момент. Что ж, на этом все, что касается клиентской настройки, мы разобрали. Мы поговорили о том, как монтировать при помощи командочки Mount. Посмотрели, какие у нас есть опции монтирования. И посмотрели, как монтировать при помощи VSTAP. А также разобрались с тем, как у нас реализован PNFS в CentOS 7. Я думаю, тут проблем возникнуть не должно. Итак, если вас заинтересовало, то более подробно познакомиться с настройкой NFS вы можете при помощи указанных сайтов. Также не забывайте про pnfs.org, если вас заинтересовало PNFS. Вот, ну, например, NFS Ganesha позволяет вам создать PNFS, в том числе на базе седьмого центра. Но тут вам придется его понастраивать. На все команды, что мы использовали, будь то Export.fs или Mount, а также на все конфигурационные файлы, Exports или, допустим, FSTAP, у вас есть установленная документация и страница руководства MAN. Можно обращаться к ним. Ну и, наконец, если подробнее познакомиться с различными конфигурациями NFS, вы можете использовать книги, такие как NFS Illustrated и Managing NFS and NIS. Там тоже есть примеры различных конфигураций. Что ж, это не первый вебкаст по CentOS 7. Это был третий вебкаст. Здесь ошибка на слайде. В предыдущих мы устанавливали компоненты, настраивали сервис, сегодня настраивали клиент. В следующем вебкасте мы более подробно будем знакомиться уже с AutoFS и настраивать монтирование с его помощью. Ну а материал данного вебкаста подошел к концу. Надеюсь, было интересно, что-то новое, полезное вы для себя подчеркнули. Если у вас возникли вопросы и пожелания, присылайте их мне в почту на lebedefury.gmail.com Подписывайтесь на новости у меня в блоге на lebedefum.blogspot.ru Ну и все мои материалы собраны у меня на сайте. Заходите, смотрите. Если вы хотите пройти комплексное обучение по версионной системе Linux, то это можно сделать в учебном центре Softline Education. Ну а на этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!